Вопросом. По миру они все разлетелись, кругом там учились, живут там, а все равно едут обратно в Украину, чтобы тут зарабатывать деньги. Вот новость от 18 марта 2021 года, что Роднянского-младшего назначили членом наблюдательного совета Ощадбанка Государственного. Ну вот он на батю чем-то своего похож, в Англии там живет, жизнь у него другая, интересы, недвижимость и бизнес в России. Видите, как чё ж ты не едешь в Англии и там не делаешь, или где-то там бизнес, или в Израиле, в России, а все идете сюда, нам делать тут лучшую жизнь. Основатель батя 1 плюс 1 промыл жителям Украины мозги хорошо, что теперь люди, так как говорится, живут. Другого зарабетчанина Абрамовичуса уволили с этой должности, тоже прилез в Украину тут деньги зарабатывать. Украинцев же ж не могут назначить или с славянских национальностей наблюдательные советы, там зарплаты сотни тысяч за наш счет, как говорится, банк то государственный. Смотрите, он получил доход 1,69 миллионов гривен от Кембриджского университета, от предпринимательской деятельности и еще отчуждение имущества в Италии у него есть. И так он озаботился нашим банком, площадь жилого дома в Великобритании, квартира в Украине, недвижимость в России, что у них все в России, у всех недвижимость, бизнес, какого чиновника не возьми, они все завязаны на Россию с бизнесом. Я не знаю, как жителям России тоже нравится, что у них там иностранные граждане ведут бизнес, а они, как говорится, не сильно тоже причастны к управлению своим государством. Супруга актриса Яна Судилина известна ролью второго плана в российском телесериале «Ранетки». Ну, чисто, как говорится, другой страны они все это. А ранее, он там год назад Гончаруку писал экономическую программу и программу реформ. Ну, реформы вы все почувствуете на своей шкуре. Вот так вот, видите, у нас. Ну, тут можно глянуть, что оно комментирует его. Вот это, пометает, а Гончарука с фантастическим ростом экономики в разы. Теперь, видите, автор этой программы стал. А внукам какие посады достанутся, должности. Ну, так вот люди тоже возмущаются этим. Там пишет другой программа «Одна развалить государство». Им есть куда ехать. Они все за границей обустроены. И вот вопрос, где ж духовные лидеры украинского народа? И вот кого принято называть совестью нации? Если хотите, я оставлю под видео ссылку на эту статью. Напишите в комментарии, кого вы считаете духовным лидером. И есть ли они у нас? Потому что политики, те, которые от олигархов, это никак не духовные лидеры народа. Наше общество, конечно, попало в какую-то кабалу к определенной группе людей, которые держат ее как изнутри Украину, так и снаружи. И не дают ни шага ни туда, ни туда. Средства массовой информации все контролируемые. И все. Они сами формируют повестку дня и сами ее реализуют.